Пятый том книги «Открытым оком», вопрос номер 1464. «Ваш брат, батюшка-отец Аким, так же ли воспринимает неурядицы и измены в людях, как вы, или он ни во что никак не вмешивается? Он более кроткий и потому открытым никого не обличает?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Он всегда был такой полусонный, грибник-рыбак. Зачем он стал священником при таком индифферентном характере, он и сам, видимо, и по сей день понять не может. Как будто во сне сосватали парня. Но иногда он и меня удивляет, что вдруг занимает такую твердую позицию, что только душа возрадуется за него. Когда пошло размежевание, что даже близкие наши люди, родственники оказались на левой стороне с грязной газетой и с еретиками, и даже с врагами православия, вот тут уж брат мой выдал по полной программе. Вот его письмо по этому случаю». Псалом 54, 13-16 стих. «Ибо не враг поносит меня, это я перенес бы, не ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы, но ты, который был для меня то же, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в дом Божий, да найдет на них смерть, да сойдут они живыми в ад, ибо злодейство в жилищах их посреди их». «Мир тебе, дорогой брат Михаил, и все твое семейство». «Благодарю за весточку. Ты просишь уговорить Петю от необдуманного поступка, что будто бы он заготовил какую-то речь в суд на нас, но у него не было никогда обдуманных поступков. За него думали отец, мать, командиры, жена, и ты это знаешь. «Кратко я тебе, брат, постараюсь разъяснить то, чего ты не понял. Ты увидел, что Петя такой же, как и был, но ты это смотрел за столом, за чаем. На самом деле это человек в маске. За свои 57 лет я не встречал более злобного, коварного и подлее, чем он, хотя пришлось иметь общение с тысячами. Судились мы, Игнатий Тихонович и деревенская община с газетой «Московский комсомолец», которая напечатала по заказу коммунистов и врагов церкви лживую статью о нас. «Мы просили дать опровержение, но они отказались, и тогда мы подали в суд. На суд Петю никто не звал, и к статье он не имеет никакого отношения, так как не является членом общины. Его усиленно уговаривали не вылазить, но он силой прорвался в зал суда и сам попросился быть свидетелем на стороне врагов церкви Христовой. Он или давнишний сексот КГБ, или за подачку пошел на лжесвидетельство, и это скоро узнается. Говорил все, что знал и видел 20 лет назад, торопился сказать как можно больше. Криком кричал, что смерти достоин Игнатий, но это не 37-й год. В суде свидетельствовал, что в Потеряевке нет общины, нет церкви, а только секта, что я незаконный священник, и он меня не признает. И нам приходилось доказывать, что мы православные, что я законопоставленный священник, и люди живут в Потеряевке. И это после того, как совсем недавно причащался тело и крови Христа, и теперь он все это поносил. Когда первый год он жил у меня в дому, и я не держал от него тайны, а он теперь через 10 лет врагам все открыл, это было ужасное зрелище. А ведь за все время ни Игнатий Тихонович, ни я нигде никак про него не сказали, разве только лично его обличая в глаза. Он отдал в суд письма к нему от Игнатия многолетней давности, которые приобщили к делу. Среди свидетелей были около 10 отступников и сектанты из новых сект. Дима Дружинин, уйдя из общины православной, нашел приют в секте «Новая жизнь». И вместе с ними заодно в сговоре был и Петя. И это благословение и приусиленной поддержке жены своей, а моей сестры Евдокии Тихоновны. Октябрьский районный суд, рассмотрев дело, вынес решение признать статью частично верной и соответствующей действительности, а за моральный ущерб выплатить Игнатию Тихоновичу 1500 рублей. Но частичная правда – это есть неправда. Мы подали на пересуд в Краевой суд. Краевой суд рассмотрел дело и вынес решение признать статью, несоответствующей истине, то есть лживой и порочащей достоинства и честь Игнатия Тихоновича и членов общины. Обязать московский комсомолец напечатать статью Игнатия Тихоновича в газете такого же размера и выплатить ему за моральный ущерб 3000 рублей. А вот теперь все лжесвидетели будут отвечать по закону за ложь, в том числе и Петя. Теперь он будет оправдываться и не словами, а документами, ибо суд слов не шьет в дело. Мы защищались от него, все подтверждая документами. Что мы, как православные, имеем регистрацию в Синоде, Епархии и Юстиции. Еще после первого суда я пытался через Дусю остановить его вновь, но он отдал уже в Краевой суд новые письма. Обеду-то он имеет на Игоря Барабаша, а свидетельствует ложно на Игнатия Тихоновича. Игнатий никак и никогда не вникал в их хозяйственные и финансовые дела. Я все более склоняюсь к тому, что пошел он на такую подлость только за подачку, ибо жаден до нельзя. Или отрабатывает должок хозяевам. Со временем это прояснится. Очень хотелось бы, чтобы мое предположение было неверным. Тебе же, брат, советую бояться Петю. И предупреди родных, чтобы остерегались его. При встрече разъясню более понятнее и пространнее. У нас жизнь идет день за днем. Отсеялись, сенокоз начинаем, а там и уборка. Делаем новую школу, ибо уже девять учеников с первого по пятый классы. Требуются учителя. Игнатий Тихонович лагерем занимается. В первую смену 15 человек детей. 7 июля вторая смена. Дети из Барнаула, Новосибирска, Ишима, Тюмени. Приезжайте к нам в гости, а лучше и со всем. Храни вас Бог. С любовью, отец Иаким. 30 июня 2001 года. Субтитры создавал DimaTorzok